добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков фиба групп и с нами сегодня аналитик компании фиба групп роман шевченко роман добрый день здравствуйте как вы вчера пережили джанет елен как сегодня продолжаете торговать расскажите нам на самом деле она меня порадовала один из ордеров благодаря ее словам был у меня открыт не могу сказать что очень сильно на нем прям заработал но более детально расскажу уже после того как перейдем на ценовый график что касается ну естественно начинаем с новостного фона европейская торговая сессия у нас сравнительно умеренная были отчеты по изменению доходности по облигациям британия как мы видим показала не очень хороший результат и соответственно это все привело к снижению цен к ослаблению британской валюты что касается предстоящей еще статистики у нас с британией выступают заместители губернатора банка англии умеренно негативно думаю все произойдет британия скорее все продолжит снижение но очень очень много все таки на сегодняшний день зависит в первую очередь от китая и все таки продолжают толковаться от того что рынок и сейчас отыгрывает ситуацию в китае ну и скорее всего еще достаточно длительный промежуток премии на китай у нас будет такой ключевой фигурой как на финансовых рынках так и в целом имею ввиду фондовые рынки так и в принципе валюта что касается открытия американской торговой сессии мы сразу же с вами увидим отчет по количеству обращений за пособием по безработице прогнозы умеренно положительные или умеренно негативные скажем так практически изменений никаких не будет говорить о том что это слишком большое количество 280 287 тысяч слишком большое количество обращений за пособием по безработице и сверх негативно для доллара я не могу но учитывая общее настроение рынка все-таки у доллара есть перспективы для дальнейшего снижения но опять-таки сегодня также выступает на жанна тела и скорее всего как бы тоже незначительно негатива от нее соответственно ожидали дальнейшего снижения доллара сейчас я сразу же с вами перейдем на демонстрацию экрана да давайте посмотрим я практически всегда начинаю с индекса доллара сша встречались мы с вами две недели назад если я не ошибаюсь на прошлой неделе я говорил о том что мы тестировали 96 с половиной пунктов с высокой степенью вероятности я говорил о том что этот уровень не будет пробиться в первый раз в принципе аналогично так оно все и произошло произошел тест откат 97 и 3 откуда мы уже вот сейчас снижаемся в принципе мы сейчас с вами наблюдаем пробой очень важного уровня следующего уровня в 95 с половиной 95 и 4 пункта соответственно это в первую очередь открывает цель нам на 95 пунктов далее естественно локальный уровень 93 и 8 то есть на данный момент мы видим все технические перспективы к снижению доллара сша ну я уверен что большинство все таки интересуют валютные пары мы переходим к евро доллару соответственно пробой локальных уровней по индексу доллара сша сопровождается и пробоем по валютной паре евро мы с вами обсуждали фиксацию выше 1.11 соответственно я говорил о том что цель первая 1.14 далее 1.14.5 ну соответственно локальный уровень 1.15 по большому счету мы уже очень близко приблизились к отметке 1.14 сейчас на 4 часовом графике это будет лучше видно оно уже совсем-совсем близко но при смещении на более мелкий временный период я хочу обратить внимание очень важную область это от которой мы более недавно оттолкнулись 1.12.80 соответственно 1.13 ну пусть даже скажем 0.5 приблизительно где-то так сегодня утром я продолжал набирать позиции объясню о чем говорил в самом начале о том что Джана Телон помогла открыть сделку вот зацепили хвостом вот этот хвост от уровня 1.11.75 у меня открылась сделка соответственно защитный ордер стоп-лосс уже ниже 1.12.75 ну там 1.12.65 90 пунктов уже обеспеченные прибыли ну и я продолжил увеличивать длинную позицию от 1.13.05 естественно риск буквально там 7 или 8 пунктов если оно все поставил цель 1.14.00 локально если же мы только возвращаемся ниже 1.13.00 увеличивается риск развития более глубокой коррекции но ключевая поддержка у нас расположена в отметке 1.12.80 не исключая что сегодня во время очередного комментариев Джанет Телон мы ударимся об этот уровень если же фиксации ниже не происходит это может послужить неплохим сигналом для дальнейшего открытия длинных позиций если мы фиксируемся ниже то с высокой степенью вероятности разворачиваемся и потихоньку будем открывать короткие позиции по данным по фунту к сожалению все не так радужно я на вот этом импульсе сегодня утром открыл длинную позицию уже у меня зафиксировался стоп в 20 пунктов 25 даже с учетом спреда сейчас я ожидаю если мы фиксируемся ниже 1.43.60 это вот эта область отмечена то с очень высокой степенью вероятности у нас нисходящий тренд давайте вернемся на дневочку у нас нисходящий тренд продлится в таком случае первая цель 1.42.20 1.42.30 ну и локальные минимумы так возвращаемся на более мелкий временной период еще раз касательно евро доллар только мы фиксируемся ниже 1.43 пусть 60 50 даже лучше взять 50 у нас сразу же появляется сигнал для продаж в идеале если же мы пробьем этот уровень пунктов минимум на 50 на 70 и откатимся к нему с обратной стороны и будем консолидироваться на часовки или на 30 минут это будет просто идеальный сценарий что касается еще сегодня хочу поговорить о нефти также говорил уже неоднократно и неоднократно писал в аналитических обзорах о том что нефть необходимо продавать при первых же появлениях сигналов я отмечал все мои зеркальные уровни отмечены в принципе от которых я продавал выбило меня по без убытку на уровне у меня уже был 28.5 28.4 два стопа стояла оба были выбиты вот этой свечой но я повторно вошел на 27.9 на данный момент выдерживаю короткую позицию стоп у меня немножечко выше 27.25 и 1 стоп 27.30 если я не ошибаюсь то есть за вот этой область вот эта область за вот эти максимумы если же цена возвращается выше соответственно ждем более глубокой коррекции 27.8 28 где-то вот в эту область ну и соответственно рассматриваем активные продажи уже вот где-то этой консолидации важно понимать что находим консолидации вот такие вот локальные консолидации или вот здесь мы видим да зеркальный уровень консолидации что это нам позволяет в первую очередь войти с очень очень коротким стопом чем короче стоп к примеру если у нас получается соотношение риск прибыли 1.5 и 1.6 мы с вами прекрасно понимаем что даже после выбитого по стопу мы можем повторно войти и риск по всей позиции у нас будет достаточно неплохой активность сейчас смотрю обсуждают золото к сожалению я пропустил самый начало импульса и сейчас нет таких более меня неплохих откатов поэтому я не торгую на данный момент золотой и комментировать его также не особо хочу но опять-таки мы с вами прекрасно понимаем что иена укрепляется что золото укрепляется только лишь по одной простой причине о том что существует очень мощный отток капитала с китая первое куда направлен этот капитал это японская иена ну и соответственно золото да золото очень активно обозначает в последнее время функцию защитного актива соответственно мы с вами прекрасно понимаем что эти два актива очень очень сильно будет укрепляться в среднесрочном периоде сейчас назрела коррекция поэтому я активно золото на данный момент не покупаю не вижу смысла почему потому что в большей степени я стараюсь торговать не внутри дня а удерживаем как минимум такой некий средний срок скорее всего это краткосрочные сделки но до одной-двух недель поэтому вот такая ситуация есть риск по золоту есть риск по валютной паре доллар и иена развития коррекции вот такие моменты естественно на сегодняшний день на данный момент наиболее интересным является валютная пара доллар и евро доллар но опять помним что завтра укрепление выходит и тут необходимо быть также аккуратным особенно если мы торгуем на средний срок возвращаемся еще раз на дневочку если мы тестируемся где-то 1.14 то с высокой степенью вероятности что необходимо будет рассматривать продажи но как минимум краткосрочно или среднесрочно потому что есть риск развития коррекции по вот этому вот импульсу я понял понял вас роман спасибо большое я сейчас вот смотрю на вас смотрю дневные графики тоже вижу что вообще-то последние три месяца те кто вкладывался в золото и в евро те больше всего заработали я смотрю конечно же конечно буквально еще в самом начале января я говорил о том что золото и евро будет укрепляться на фоне лишь одной простой причине у нас очень серьезная ситуация в китае отток капитала всегда будет идти в первую очередь золото второе это японская иена как ни крути наиболее такая стабильная валюта но и соответственно евро вот такая ситуация понятно вот я вижу вопрос эллиота сипи на полу куда дальше роман я российский рынок не торгую форекс и торгую нефть поэтому я так понимаю речь идет оси и нет сипи с н пи американский индекс тоже америку тоже не торгую фондовый но с высокой степенью вероятность риск у американского фондового рынка все-таки еще на сегодняшний день присутствует не хочу сейчас и давать каких-то конкретных торговых рекомендаций и вообще принципе рекомендации потому что я не торгую эти рынки поэтому будет как бы не совсем правильно ященько спасибо большое роман удачи вам на рынке хорошего и вам так же спасибо